Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами программа PR-академия Тауфика Хисамова. Сегодня у нас в гостях директор по пиару компании Мегафон Пётр Лидов. Добрый день, Пётр. Добрый день. У нас очень интересная тема – пиар в телекоммуникациях, да и пиар вообще в целом. Я думаю, будет много вопросов, поэтому зрителей нашей студии попрошу активничать и смело задавать вопросы. Думаю, мы начнём с простых вопросов. Как ты вообще попал в пиар и с чего всё началось? На самом деле, ответ довольно простой. Случайно, как и многие, я приятелю устроил меня работать. Я учился в МГИМО, учился на вечернем, надо было работать. Ну и, собственно, он устроил меня работать в пиар-агентство. Требовался человек со знанием английского языка. Английский язык я знал хорошо. Ну и я пошёл работать в пиар-агентство. Так, собственно, и попал. То есть, гуманитарное образование способствовало именно данному направлению? А я не знаю, кстати, экономическое образование, оно гуманитарное или нет? Наверное, гуманитарное. Ну, в общем, да, я экономист по образованию. В общем, даже что-то там где-то понимал. Не думаю, что образование способствовало. Нет, скорее, способствовало просто хорошее знакомство. Хорошее знакомство. Да, случайно. Видите, как важно, да? Совместное распитие спиртных напитков. Из чего всё началось? Что за компания? Это было агентство РИМ. Сейчас оно называется РИМ Портерновелли. Там работает Игорь Писарский. Ну, такой, один из отцов основателя отечественной отрасли. Основатель, да. Пиара, да, в России. Да. Если говорить о проектах, что-то было интересное на первой стадии? Или всё так, довольно-таки банально, начиная с позиции ассистента? Да нет, не очень интересно, честно. Ну, нет, не с позиции ассистента. Ну, я скажу, что изменилось с тех пор. Вообще тогда работа пиарщика была окружена неким ареалом загадочности, таинственности. Это были какие-то такие волшебники, которые манипулируют общественным мнением. Ну, так во всём случае казалось. Политического характера, в основном. Ну, в том числе. Тогда пиарщики работали на выборных кампаниях. Тогда, как вы, может быть, помните, в 90-е годы было очень много выборов. Люди зарабатывали большие деньги и на федеральных выборах, а особенно на региональных. Вот. Мы все как-то так или иначе в этом участвовали. Но я не скажу, что это была какая-то супер такая вот, знаете, с точки зрения профессиональной такая вот умная работа. Но, с другой стороны, всему приходилось учиться с нуля. Вот. И это было, конечно, интересно. Для меня это была суперновая отрасль. Она была там частично связана с рекламой, частично с отношениями с журналистами, частично с политикой, с большими компаниями. Новую отрасль. Ну, действительно, все делали на коленке, учились сами. После этого я попал... Ну, например, вот интересный проект, как я попал в компанию «Филипп Моррис», где я потом проработал почти 15 лет. Получилось так, что Игорь работал для «Филипп Моррис». Тогда не было закона о рекламе в стране. Была группа, которая работала над законом о рекламе. Естественно, табачные компании. Им было интересно, чтобы в законе о рекламе ограничения на рекламу табака были прописаны. Ну, довольно... Были, но позволяли... С минимальными последствиями, да? Ну, с минимальными, нет. Ограничения должны были быть, но такие, чтобы позволяли им выходить на рынок и так далее. Потому что для бизнеса, для огромного бизнеса всегда очень важны правила игры. Если правила игры есть, какие бы они не были, то все понятно. Даже если все запрещено, нормально, ничего, работать можно, но, во всяком случае, понятно. И тебя не штрафуют в каждом регионе, непонятно за что. Поэтому там был соответствующий пиар-проект, который назывался «Коалиция за объективную информацию». Смысл этой коалиции состоял в том, что рекламные агентства, рекламодатели объединялись под лозунгом, что реклама – это информация, и потребитель имеет право получать эту информацию, она должна быть законодательно оформлена, ну и так далее. И так как я знал английский, то, естественно, с менеджментом Филиппа Морриса всегда брали меня с собой. Потому что Игорь английский знал так себе, а я вообще так хорошо, на самом деле, даже могу похвастаться. И, собственно, они меня заприметили, талантливого паренька. И пригласили к себе. И пригласили к себе, да. 15 лет – это приличный срок. Ну, и 15-13, на самом деле. Ну, где-то, да. Что удерживало? Ну, меня удерживали, конечно, объективные обстоятельства. Они состояли в том, что мне было дико интересно. Это заключалось в том, что я переезжал каждые 2-3 года из одной страны в другую. В России я отличился. Я возглавил направление здесь в компании «Активно боролась с детским курением». Вот я это направление тут возглавил в борьбу с детским курением. Просто табачным компаниям им не интересно, чтобы дети курили. Их все время обвиняют, что они заставляют детей курить, а им не надо. Потому что детей курят мало, денег у них нет, и пусть лучше не курят. Потому что пусть взрослые курят, денег хватит зарабатывать. А все время проблема, что говорят, вот, вы заставляете детей курить. Поэтому довольно серьезные и большие ресурсы тратились на организацию этих программ. В общем, серьезно все было. И в розничной торговле, чтобы не продавали. И образовательные программы в школах, и рекламные компании. Вот я всем этим занимался. Но это ежегодная была компания? Постоянная была. То есть это была постоянная такая работа. Вот даже если вы сейчас видите в ларьках табачных или в магазинах этот значок, что мы не продаем детям сигареты. Это следствие? Это я нарисовал даже в свое время. Причем я нарисовал, тогда это все очень обсуждали. Значит там отрасль, они все собирались и долго обсуждали. Всем надо согласовать, отправить штаб-квартиру каждой компании. А так как Филипп Моррис была крупнейшая компания, то я принял волевое решение. Сказал, что знаете что, вот давайте вы там отправляйте, а мы будем себя вешать. И они тогда... Это на самом деле очень правильный рецепт. Когда другие начинают долго думать в отрасли, то надо просто идти и делать. И тогда все подключаются. Ну вот собственно вот так вот. И я так на мировом фоне в России продвинул это движение по борьбе с детским курением. Ну с точки зрения опять же руководства компании, что меня отправили работать в Швейцарию. И уже возглавил это движение во всем мире. Ну эту работу, скажем так. После чего я поехал работать в Азию, в Гонконг. Потом купили крупную компанию в Индонезии очень большую за 5 миллиардов долларов. Потом купили компанию в Пакистане. И в общем я вот так перемещался, поэтому мне было вообще не скучно. Это было личное твое желание? Не всегда. Ну скажем нет. В Швейцарию нет. Ну как бы оно было обоюдно. Мне было интересно. И мне предложили. И структура тогда позволяла. В Гонконг да, было мое желание. Я попросил, что может быть будет возможность. И там как-то да, решили вопрос. В Индонезию да. В Пакистан нет. В Пакистан ко мне мой руководитель подошел с голливудской улыбкой. Я помню сидел, работал что-то за компьютером. Отлично себя чувствовал в Джакарте. Никого не трогаю. Сижу. Утро. Курить можно было. Еще так курил, по-моему. А нет, уже не курил. Ну не важно. Пил кофе за компьютером. Он подходит. Он такой прекрасный Андрей Уайт. Он с улыбкой голливудской. Настоящий. Он говорит. И всегда на позитиве. Вот отлично все у него всегда. И у всех вокруг тоже великолепно. Он говорит, ну поздравляю. Промоушен. Ты едешь в Пакистан. Только что ты будешь главной по нашим всем вопросам. corporate affairs. Это был не только пиар. Это был и джар. И все остальное. Ну и когда тебе так говорят. Ну а что собственно. Why not. Поехал. Понятно. Но вот этот глобальный опыт способствовал развитию. Да. Как я понимаю. Личностному. Личностному. Да. Чем отличается вообще. Имеет ли какие-то отличия, специфики все-таки страны. В продвижении. Да. Естественно. Все имеет свою специфику. Кто бывал за границей, это видел. Если есть возможность поработать за границей, обязательно это делайте. Потому что есть очень важные особенности. В любой стране есть свои особенности. И всегда есть возможность чему-то научиться тому, чему нельзя научиться здесь. Есть вещи, которые такие же. Есть вещи, которые совсем по-другому. Есть вещи, которые не то что совсем, а радикально по-другому. И ты, конечно, учишься и приобретаешь в любом случае бесценный опыт. Удачный он, неудачный. Который потом можно применять. Я думаю, часто интересует пиарщиков именно взаимоотношения с журналистами. Насколько они отличаются в России и, не знаю, в западных странах? Ну, отличаются сильно. Но, опять же, смотря какие западные страны брать. Есть особенности... Как я понял, у тебя опыт европейский, да? У меня опыт всего мира, в общем. Потому что я же там в глобальном масштабе занимался. А, окей. Вот. Но, смотрите, есть журналисты. Несколько примеров могу привести. Есть журналисты, с которыми просто невозможно общаться. Они циничные, они агрессивные. И тебя совсем не уважают такие вот невежливые люди. Это, в основном, британская такая школа. То есть, англичане, австралийцы, кстати, тоже. Они постоянно очень жестко шутят. У них циничный юмор. Они абсолютно... Над пиарщиками имеется в виду? Над компаниями. Над представителями компании, да? Ну, то есть, если даешь интервью в прямом эфире, то большой вариант... То есть, надо держать... То есть, они сначала через призму негатива смотрят, да? Ну, надо держать ухо востро. Потому что они очень простые, непосредственные. И очень... Некаталимые. На слово в карман не лезут. Очень быстрые. И если это твой неродной язык, это сложно. И там специфический юмор. И особый цинизм. И вдвойне цинизм, когда ты табачная компания. В общем, это сложно. Это реально сложно. Это требует специальной подготовки. В других местах, ну, скажем, там есть особенности, что, конечно, западная пресса, как я тогда думал и как знал, ну, с бизнесом, во всяком случае, там нет права на ошибку никакого. То есть, ты не можешь поднять трубку и сказать, что что-то не знаешь, там, и так далее. Если ты поднял трубку, то это уже интервью, это уже прямой разговор, который будет записан. Все под запись, да. Ты не можешь попросить, чтобы тебе прислали интервью, там, и так далее. До согласования. Конечно, нет, невозможно. Вот. С другой стороны, как показывают сейчас все вот эти истории с выборами и политические тематики, оказывается, что, в общем, западные СМИ не такие уж, они и волшебные. Вот. Это действительно тоже правда. Но в бизнесе они, конечно, соблюдают все эти правила, и это гораздо сложнее. У нас они, я не думаю, что как-то их можно охарактеризовать в целом. Есть разные журналисты, есть разные средства массовой информации. Тем более, что у нас сейчас, в общем-то, есть весь спектр. И я могу сказать, что сложности есть и с деловыми, и с государственными, и с какими угодно, с каждым свои. У нас хороший спектр, у нас их немного. Но, в принципе, я каких-то там супер отличий таких вот прям радикальных не вижу. Ну, в Азии там важно, в Пакистане чай надо со всеми пить всегда. То есть, обязательно личная встреча способствует укреплению лояльности. Но это процесс. Там результат не важен. Это, кстати, важно, что в разных странах разные отношения к результату, процессу и вообще всему остальному. В Пакистане строго только процесс. То есть, вот эти культурные нюансы влияют. И ни на что он не влияет, да? Да. И есть масса примеров. Если будет время смешных, расскажу. Но это больше и жизни. В Индонезии там вообще все подчинено гармонии такой. То есть, все должно быть очень гармонично. Нельзя повысить голос. Надо как-то всегда вот так вот. Вот. США, например, они больше ориентированы на результат. То есть, для них и важность. То есть, контент, информация, да. Контент и самопрезентация у них очень важна. Там любой секретарь. Я так красиво. Ты приходишь, какая-то девушка тебя встречает и ведет себя так, как будто это вице-президент. Ты уже как-то это оказывается помощница чья-то. Она просто вот. Ну, они такие все убедительные очень. Потому что там же конкуренция, карьера вся. Да, там умение. Они очень убедительные все. Четкие все. Вот. Ты так думаешь, что я не знаю чего. Ну, на самом деле, главное еще вот что. Главное, что не волноваться. Потому что, оказывается, я приехал, когда и мне надо было... Ну, давай вот руководи борьбой с детским курением. Там где-то надо сначала регионе Восточной Европы, потом как-то мы на мир переключились. Ну, и надо как-то всем какие-то с видом руководителя что-то говорить. Там кто-то звонит, не знаю, из Колумбии. Там вот тут из Франции человек. А ты должен как-то им. Вот. Короче, бояться не надо. Мы не хуже. И даже местами лучше. Прошу прощения, мы должны прерваться на рекламную паузу. Дорогие телезрители, мы к вам вернемся через несколько минут. Снова здравствуйте. С вами программа PR-академии Тауфика Хисамова. Сегодня у нас в студии, напомню, Петр Лидов, PR-директор компании «Мегафон». Петр, мы остановились на западных и вообще международных журналистов. Я думаю, будет нашим телезрителям интересно узнать несколько кейсов из твоего опыта общения с ними. Ну, смотрите, я не думаю, что общение есть общение. Я могу сказать вот что. Может, какой-то яркий случай просто. Тут вот что важно понимать, что большая компания, тем более американская, тем более табачная, она накладывает очень серьезные ограничения на то, что ты можешь говорить, а что ты говорить не можешь. Почему? Потому что если ты что-то там не то сказал, предположим, находясь в Индонезии, то, ну понятно, что моментально это стало известно в Нью-Йорке, а там биржа, там суды, там юристы и так далее. И табачная отрасль вообще имеет массу вопросов, связанных с отношением и с потребителями, и с законодательством и так далее. Поэтому здесь мы были очень ограничены юристами фактически, что мы можем говорить и что не можем. Приведу вот какой пример, он мне нравится просто для понимания степени этой жесткости. Я его всегда стараюсь приводить, потому что, на мой взгляд, он сильно показателен. У нас был менеджер в Индонезии по имени Ирован. Этот Ирован, толковый парень, шли переговоры как раз в офисе Филипп Моррис в Индонезии о покупке компании Сампурна. Значит, это огромная компания, 100 тысяч человек работает за большие деньги. Значит, идут эти переговоры и так далее. Раздается звонок в офис компании Филипп Моррис. Ирован, менеджер по corporate affairs, по пиару, другими словами, берет трубку. Его спрашивают, скажите, пожалуйста, у вас там переговоры идут, а говорить нельзя ничего про это? То есть, да, инструкция из центра, что мы молчим, без комментариев оставляем этот вопрос. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы что-нибудь об этом? Он говорит, нет, я ничего не знаю. Они кладут трубку, говорят, до свидания. И пишут заметку, где-то у себя в Wall Street Journal, о том, что позвонили Филипп Моррис, товарищ Ирован Кадарман сказал, что он об этом ничего не знает. Значит, разгорается скандал на весь Филипп Моррис. Почему? Оказывается, Ирован Кадарман соврал. Скороговорка получается. Соврал. То есть, он знал о том, что переговоры идут, но сказал, что он не знает. Более того, его фамилия была записана в документе в протоколе встречи по этому вопросу, где эта тема обсуждалась, там были написаны участники. Он должен был знать. По законодательству американскому все документы табачных компаний являются публичными. Внутренние. И выкладываются в сеть. Если вы сейчас зайдете на специальный сайт документов табачных компаний и забьете мою фамилию, то вы увидите, например, какой-нибудь документ 1997 года о том, что я еду на какой-нибудь тренинг в Лозанну. Например. То есть, до такой степени. Поэтому, то, что он сделал, он фактически, потенциально, если бы эта вся история всплыла, он через средства массовой информации ввел публичных акционеров компании в заблуждение. То есть, он совершил серьезный такой проступок. Вот настолько его собираюсь увольнять на полном серьезе. Мы его отстояли. Потому что, ну, все-таки он немножко был не в теме. Понятно, что он волновался. Вообще, звонок из Wall Street Journal в индонезийский офис – это большое событие табачной компании. Я думаю, что он стоял и волновался. Но, на самом деле, просто, чтобы понимать, насколько жестко и серьезно мы все там тренировались, как разговаривать с прессой. То есть, меня было ночью разбуди на любой вопрос. Я мог четко... Были тренинги специальные? Да, конечно, были тренинги. Более того, я сейчас сам провожу такие тренинги внутри компании. Иногда даже где-то там еще бывает. Ночные звонки? Ну, не то, что ночных звонков у нас нет. Нет, это не совсем это. Это просто о том, как правильно строить ответ на вопрос журналиста. Как доносить то, что ты хочешь донести. Каким образом не делать так, чтобы тебе задавали один и тот же вопрос нам 15 раз. Ну и так далее. То есть, это техника, это подготовка, это понимание. Но сейчас мир, конечно, меняется. Мир сильно меняется с той точки зрения, что говорят из прессы и в соцсетях, да и в жизни очень многие люди становятся более публичными. Но мы довольно многих людей готовим таким образом. Конечно, не настолько прямо, как в табачной компании, потому что у нас таких проблем нет. В общем, чуть-чуть попроще с точки зрения того, что можно сказать, что нельзя. Ну, вот такой вот, пожалуйста. Вот роль личных контактов, насколько она важна? Роль личных контактов всегда важна. И она важна, больше вам скажу, она важна в любом обществе. Потому что вне зависимости от того, какую компанию вы представляете, в общем, понятно, что все зависит от того, насколько вы сами доверяете друг другу. И здесь нюансов может быть масса. Иногда вы можете дать материал до официального выпуска, до времени эксклюзивом. То есть, здесь примеров масса. Я думаю, все, кто занимается пиаром, это знают. Если вы доверяете человеку, понимаете, что он вас не подведет. Вы делаете так, как удобно ему и вам. И это основано на доверии, а не на том, что он работает в РИА Новостях или в России сегодня. А я работаю в Мегафоне, поэтому мы друг друга уважаем. Конечно, нет. И в других странах то же самое. Личные контакты, личное знакомство. Они во многом же и определяют степень влиятельности и успешности журналистов. Потому что для них тоже важны доверительные отношения. Важно то, насколько быстро они могут достать информацию, подтвердить и так далее. Механизм их выстраивания. Если сравнивать с западными журналистами, ты упомянул, что в Пакистане нужно пить чай. Нужно ли пить чай с британскими? В Пакистане пить чай нужно по всем вопросам. В Британии, да, тоже. Но я в Британии не работал. И вообще я в Европе с прессой особенно не сталкивался. Но могу сказать, как это устроено. Но это устроено ровно так же. В каждой стране у крупной компании есть своя пиар-служба. Которая, собственно, и занимается выстраиванием этих взаимоотношений. Так как я работал на таком наднациональном уровне в штаб-квартире все-таки, у меня не было необходимости работать напрямую с прессой. Потому что их контролировали на рынках. Но там работают профессиональные ребята. Вообще западные компании, у которых много денег, они в состоянии нанимать людей уже со связями. Очень многие работали в пресс-службе президента и так далее в разных странах. Есть некое мнение, что необходимо встречаться в барах, пить пиво и так далее. Где-то пиво, где-то не обязательно пиво. Это уже дело вкуса. В Италии они вино предпочитают. Понятно. Можно и пивка выпить, а чего же нет-то? Но вы знаете, чего, наверное, нет и чего я не видел никогда точно. Это каких-то там… Ну, как нет, видел, конечно. Но в западном мире, скажем так, и в азиатском тоже нет каких-то запредельных развлечений с… Развлекать журналистов? Да, барами. Как это делают у нас часто? У нас, да, мы делали в свое время. Но, опять же, я даже не знаю, в какой момент у нас эти отношения переросли в дружеские. Там уже непонятно. Ну, вот ты их вроде как собрал. Ну, вроде там, да. Все равно они пишут, что пишут. Потом ты с ними со всеми… Я их всех помню. Они тогда, кто писал. Табакевич в России работал в 90-е годы. Сейчас ведущий журналист. Вот Дмитрий Бутрин, например. Он тогда в ведомости был. Сейчас в коммерсанте ведущий, фактически, журналист. Ну, и так далее. То есть, да, личные отношения важны. Они могут принимать разные причудливые формы. Но формы эти определяются культурой страны. Поэтому нужно иметь местного человека, который в этом понимает. Интересно. У нас есть вопросы у кого-то из зрителей? Коллеги, добрый вечер. Петр, добрый вечер. Дмитрий Смиркин, компания «Параллелс». Хотелось бы узнать, какие, на твой взгляд, проекты мегафона именно в области пиара ты считаешь успешными? И второй такой, наверное, более широкий философский вопрос. Что для тебя критерий успешности пиарщика? Спасибо. С точки зрения пиар-проектов у нас я бы не выделял прям какие-то пиар-проекты. Их много очень. И мы настолько сейчас срослись в последнее время с нашими коллегами из маркетинга, особенно теми, которые работают в соцсетях, что непонятно, какой там проект пиара, а какой не пиар. Ну и кто его придумал, или кто его реализовал, или что-то еще. Ну, например, у нас получился очень неплохой проект, на мой взгляд, из недавних, так что в голову приходит довольно простой, но требовавший немножко фантазии. Нам надо было показать высокую скорость мегафона. Мы договорились с компанией «Мерседес». Компания «Мерседес» дала нам самый свой суперскоростной автомобиль. Мы посадили туда самого популярного интернет-блогера в этот автомобиль. И на скорости 250 км в час померили скорость мобильного интернета. Ну, понятно, что блогер дал нам кучу просмотров. «Мерседес» дал нам хорошую ассоциацию с брендом. Мы показали то, что хотели. Пиар-проект, ну, наверное. На мой взгляд, я вообще не сторонник. И не то, что не сторонник, я не против проектов. Это, наверное, прекрасно. Но мой опыт все-таки больше в работе в крупной компании, где я не занимаюсь тем, что придумываю. Скорее, моя задача организовать фронт работ, взять людей, чтобы они все это делали, и понимать, в каких местах могут быть сложности, могут быть проблемы. Ну, например, сейчас у нас довольно непростая ситуация в экономике. Это сказывается, естественно, и на наших финансовых результатах. Мы каждый месяц, каждый квартал делаем финансовую отчетность. Ну, вот проекты – это тоже своего рода проекты. Показать, что происходит так, чтобы о нас написали то, что мы хотим, а не то, что хотят журналисты. Хотя, конечно, они там пишут то, что хотят. Но дело не в этом. Поэтому проектов я не знаю. Ну, каждый день какие-то проекты есть. Есть успешных, каких-то суперярких нет. Я не сторонник какого-то скандального пиара. Потому что, на мой взгляд, для большой компании это может быть сильно опасно и контрпродуктивно. Негативные последствия сильно могут перевесить позитивные. Что касается качества пиарщика, на мой взгляд, я думаю, что вот то, с чем… Мое мнение, кстати, меняется. Я не думаю, что есть вообще какие-то профессиональные такие сугубо навыки, которые нельзя развить у человека для того, чтобы он занимался пиаром. Мне кажется, единственное и самое главное качество – человеку нужно постоянно хотеть учиться и меняться. Потому что мы находимся, и это чувствуется каждый день. Я даже себя немножко уже приходится заставлять в силу возрастных особенностей организма меняться. Но мы находимся в очень меняющейся среде сильно. И она требует того, чтобы мы… Ну, по возможности, конечно, опережали время. Но я не думаю, что это реально в масштабах огромных компаний, которые немножко неповоротливы. Но во всем случае мы смотрели на то, что происходит, и находили в себе силы не действовать по старинке, и находить новые инструменты. И вот это, наверное, самое главное качество. Может быть, и в других профессиях тоже. Вот как раз по инструменту у меня был вопрос. Как все изменилось? У тебя есть опыт работы в 90-х, 2000-х? Да. Да никак ничего. Это как с вами пресс-релизы, так и шлем. Нет, на самом деле это, кстати, отчасти правда. Это меня сильно беспокоит. Но изменилось сильно. Понятно, что банально говорить о том, что теперь среда социальная, и социальные сети, и что это обмен информацией, и что нет времени на подумать. То есть, все-таки приоритетнее сейчас в коммуникации? Я не сказал бы, что они приоритетнее. Я вот что замечаю. Если нам нужно было донести свою точку зрения, да и сейчас, если нам нужно донести свою точку зрения, например, какой-нибудь возьмем. Закон, пакет законов Яровой. Все слышали, да? Допустим, нам надо донести свою точку зрения по этому замечательному предмету. Мы ее формулируем внутри компании. Там ее читают юристы, ее все читают. Мы пишем, что мы можем сказать, что не можем сказать. Значит, сформулировали. Дальше ищем возможность, куда бы ее сказать. Прошу прощения. Да, мы вынуждены прерваться на рекламную паузу. Я понимаю. На словах закон Яровой. Пора нас завершать, да. Дорогие телезрители, мы вернемся к вам через несколько минут.